Алина Углицкая, Невеста на замену 3, Сердце Феникса Была попаданка и стала королевой Сидов, была невеста Асура, стала женой Дроу, была носительница темной и светлой магии, а стала источником жизни, сумела найти свое счастье и даже познать любовь, но... не смогла ее уберечь. Я потеряла любимого и не могу с этим смириться, но рядом всегда сильные, верные, любящие друзья и Эрионар. Наши судьбы связаны. Он ждал меня тысячу лет. Жаль, что я не могу ответить на его чувства. Мое сердце мертво. Или все-таки нет? Пролог Выжечь из сердца чувства к нему. А еще... А еще у меня есть дети. Альмирана и Эль Самиран. Мои солнышки, мои пташки. В них течет кровь моего Айренера. Только ради наших детей я по утрам открываю глаза. Ради них дышу. Ради них бьется мое сердце. И только ради них я хочу вернуть жизнь в королевский холм. Эль... За спиной вырастает тень. Даже с закрытыми глазами знаю, что это повелитель Эрионар. Когда-то я прибыла в этот мир как невеста на замену, его невеста. Но он отказался от меня. Тогда я жутко злилась, а теперь благодарна ему за это. Ведь если бы он не отверг меня, я бы никогда не встретила Айренера. И не узнала, что такое любовь. Пора. Смотрю на него. Повелитель кивает. Я поднимаюсь со скамейки и иду за ним вдоль сада в сторону кружевной беседки. Настал час ежедневного ритуала по восстановлению ауры. Сделаем как обычно? В его голосе сквозит волнение, а я просто молча киваю. В беседке уже все готово. На столике ждет ваза с букетом из лакмурана. Сажусь в кресло, высланное подушками. Слегка ослабляю шнуровку на корсаже и стаскиваю платье с плеч. Лучше всего, когда контакт кожа к коже. Мне на плечи ложатся мужские руки. И от этого прикосновения все тело пронзает запретная дрожь. Я глотаю стоны, закусываю губу. Зарываюсь носом в цветы и втягиваю пряный, чуть сладковатый аромат. Чувствую, как энергия медленно покидает меня. Она впитывается в Арионара, чтобы потом вернуться ко мне, но уже обновленной. Краем глаза замечаю движение в оконном стекле. Там отражается лицо повелителя, напряженное, с плотно сомкнутыми губами. Он ведь чувствует все, что чувствую я. Вот такая насмешка судьбы. Наши ауры связаны так, что даже смерть не сможет разорвать эту связь. Ирионар очень красив. Наверное, самый красивый Ассур на Эретусе. Его волосы струятся фиолетовым шелком, так и хочется запустить в них пальцы. Я невольно любуюсь им и сравниваю с Айренером. Только это сравнение не в пользу Арионара. Мой погибший муж не считался красавцем даже среди дроу, но для меня он все равно лучше всех. Я помню каждую черточку его лица, мягкую улыбку, гортанный смех, ласковый прищур алых глаз и осторожные, чуткие прикосновения. Он всегда был нежен и заботлив со мной. Мой муж. Мой принц. Мой любимый. На миг отражение Арионара покрывается рябью, и вот уже передо мной в оконном стекле Айренер почти как живой. Горлу подкатывает тоска, но глаза остаются сухими. Я уже давно не плачу. Слезы у дел слабаков, а я сильная. Просто опускаю веки. Незачем растравлять старые раны. Они и так не хотят заживать. Всё. Ирионар убирает руки. Тебе помочь? Нет, сама справлюсь. Я поправляю платье и поднимаюсь. Прибыла Джанна, она хочет увидеться с тобой. Что ей передать? Джанна. Это имя поднимает во мне бурю чувств, причём не самых приятных. Материонара ещё та интригантка, впрочем, как и его отец. У меня нет ни малейшего желания встречаться с ними обоими, а тем более общаться. Но Ирионару я отвечаю в более мягкой форме. Извини, лучше вернусь к себе, что ты нет настроения. Последние события научили меня быть сдержанной. Наверное, я могу претендовать на место призёра по умению скрывать свои чувства и мысли. Уже на выходе из беседки меня догоняют слова повелителя. «Опять пойдёшь в высыпальницу и будешь сохнуть на тело Майронера?» Замираю на месте, сжимаю кулаки и, не оборачиваясь, отвечаю. «А хоть бы и так. Или ты мне запретишь?» Он делает шаг в мою сторону, останавливается за спиной, но не решается прикоснуться. Знает, что я не переношу лишних прикосновений. «Эль, прекрати!» В его голосе звучит сострадание. «Пора остановить это безумие. Я уже тысячу раз пожалел, что не послушался отца и не похоронил его, как требует традиции, а дал тебе попрощаться. Только это прощание затянулось». Я молчу. Кусаю губы и пытаюсь держать разъярённый крик. А он продолжает, словно не замечая моего состояния. «Пожалуйста, хватит жить прошлым. Очнись, Айренер умер, а ты зачем-то хоронишь себя вместе с ним». «Ну почему же?» Стараюсь говорить ровно. Я очень даже живая. Ем, хожу, дышу. Вот тебе даже помогаю. Ты понимаешь, о чём я. Тебе нужно думать о детях, а не о том, чего не вернуть. Эрианер начинает сердиться. Волны его раздражения накатывают на меня, вызывая лишь безрадостный смех. Я резко оборачиваюсь, так что, едва не втыкаясь носом в грудь повелителя, вздёргиваю подбородок и ловлю его взгляд. «А чего ты хотел, повелитель Эрианар? Мои благодарности? Этот мир забрал у меня всё, и любимого мужчину, и даже магию. И, ах да, дети!» Ядовито ухмыляюсь. «Ты даже представить не можешь, что я чувствую, когда думаю о них, и о том, что они остались без отца по вине твоей семейки. Вы, ассоры, могли защитить Айренера. Но не стали. Побоялись пойти наперекор вашим жалким и лживым богам. Мавр сделал своё дело. Мавр может уходить». Добавляю с горечью фразу, значение которой он всё равно не поймёт. «Когда понадоблю, знаешь, где меня найти». Я покидаю беседку. Но перед тем, как дверь за моей спиной успевает закрыться, слышу сдавленный шёпот. «Это ты не представляешь, что чувствую я, когда вижу тебя такой». Хуй. Я покинал такой. intelligence.